Ивановна представляет законопроект. Пожалуйста. Жанна Владимировна Николаевич, уважаемые депутаты. Мы подготовили, правительством подготовлен проект закона о внесении в закон Республики Хакасия в республиканском бюджете на текущий 18-й год и на плановый период, 19-й, 20-й год. Прежде чем перейти к цифрам, сразу скажу, изменения вообще глобальные по бюджету. Очень значительная сумма добавлена и по доходной части, и по расходной части. И мне кажется, что может быть еще одно изменение только будет в октябре, уже такое более уточняющее. А вообще сейчас вот этим законом, если вы поддержите, мы очень многие проблемы, вопросы снимаем, и в том числе рекомендации, которые были по публичным слушаниям, ну львиная доля их учтена здесь, что не учтено, будет учтено при формировании бюджета на 19-й год. Но в большей части это будет в поправках, Сергей Владимирович расскажет о поправках к этому законопроекту. Сейчас я озвучила, он небольшой, а вот поправки подготовлены большие и по правительству, и Верховным Советам. Ну вот Сергей Владимирович уже за меня все это доложит. Вот у меня такой закон цен небольшой получился. В целом, в данном законопроекте предлагается увеличить доходы на 2 миллиарда 318 миллионов рублей. Я буду в миллионах рублей, чтобы цифрами... Тут тяжело до тысяч. 2 миллиарда 318 миллионов рублей. В том числе львиная доля – это увеличение в собственных доходах налог на доходы физических лиц. 1 миллиард 733 миллиона рублей. То есть из 2 318 миллиард 700 – это увеличиваются собственные доходы по НДФЛ. Что это такое, тоже вы все знаете, я перед вами уже много раз выступала. Это поступление от одного из учредителей Коусар. Он зарегистрировал на территории Республики Хакасия свой доход. За 17-й год сдал декларацию. Вот первый транш мы уже получили в марте, второй ожидаем в июле. В целом задекларирован доход в размере 5-150, из них 15% уйдут в город Абакан. Ну это по бюджетному кодексу так положено. 770 миллионов получит город Абакан. И 4300 получит Республика Хакасия. Почему заводим не сразу 4300? Потому что, во-первых, часть будет в поправках, Сергей Владимирович озвучит. Часть из этих средств будет направлена на погашение государственного долга. Что в принципе уже и сделано. В марте месяце, 2 апреля, в марте они поступили. Первый транш 1,7 млрд, из которых 1,150 млрд уже были направлены на погашение облигационного займа. То есть, по сути, на сокращение объема государственного долга. Кроме того, будет еще в июле, когда получим второй транш, направим еще 700 миллионов на погашение бюджетного кредита, который у нас по графику. И, кроме того, планируем еще в ноябре, в декабре еще 900 из собственных средств направить на, тоже по графику, на облигационный займ. Ну, до ноября, декабря доживем, там будет видно. А вообще, 1,150 млрд и 700 млрд, это однозначно уже будет на данные суммы объем госдолга будет погашен. Так, вернусь к изменению бюджета. То есть, в целом доходы 2,318, из которых 1,733 уже сказала НДФЛ, и 585 млн рублей, это целевые средства федерального бюджета. Из них, из них 234 млн, это дотация на сбалансированность, на частичную компенсацию дополнительных расходов на увеличение расходов на МРОД. О чем уже говорил Сергей Владимирович, вы знаете, что МРОД у нас увеличился с 1 января и с 1 мая. Кроме того, есть решение Конституционного суда, согласно которому необходимо на минимальную оплату труда начислять еще районный коэффициент и коэффициент в климатических условиях, отклоняющийся от нормы. Ну, то есть, в нашем случае это 60%. Таким образом, в целом, так для сведения говорю, хотя вы знаете, я уже говорила миллион раз об этом. Для сведения, в целом, дополнительные расходы с увеличением минималки с 1 января и с 1 мая 1 млрд 300. Сейчас в бюджете мы заводим, федералы нам распределили, дотацию 234. Кроме этого, есть еще второй транш 281, но он уже пойдет у Сергея Владимировича в поправках. Почему? Потому что, когда мы бюджет уже сдали, Верховный Совет, после этого было распределено. Но в целом, помощь за счет федерального бюджета чуть больше 500 млн рублей, при потребности 1 млрд 300. Вот Надежда Сергеевна ушла, у нее очень важная встреча. Ну, я за нее мы с ней договорились скажу. Мы работаем очень активно, и Надежда Сергеевна там впереди планеты всей возглавила всю эту рабочую группу. По работе с Минфином Российской Федерации, Совет Федерации нам очень сильно в этом помогает. По доказыванию необходимости дополнительного объема выделения субъектом. Это же не только мы в таком положении, когда надо 1 млрд 300, дали 500. То есть мы над этим еще работаем. Так, дальше. Из 585 млн рублей, то есть 234, я уже сказала, это дотации. И 351 млн рублей это целевые средства. Что это такое? Львиная доля 293 млн рублей это субсидии на строительство детских садов. Вообще на строительство детских садов объем финансирования выделен 521 млн рублей. Из которых 293 это на 2018 год и 228 млн рублей на 2019. В бюджет правится не только 2018 года, но и 2019. Кроме того, 59 млн рублей выделено на оснащение, на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений в больницах, 11 млн рублей на лекарственное обеспечение и 4 млн 746 тыс. на передвижные медицинские комплексы. Это для обслуживания тех населенных пунктов, где население не превышает, ну количество жителей не превышает 100 тыс. человек. Ну, в принципе, если по доходной части, это все. По расходной. Расходы увеличиваются ровно на эту же сумму на 2 млрд 318 млн рублей. Ну, целевые, я уже сказала, 350, это понятно, на что детские сады, детские поликлиники, передвижные комплексы и лекарственное обеспечение. Кроме того, увеличиваются расходы по собственным полномочиям на 1 млрд 967 млн рублей. Ну, из чего складывается, что для понимания, я вам сказала, 1,733 это НДФЛ мы увеличили, и дотация 234, то есть вот эта сумма дает нам 1 млрд 967 млн рублей. На что же эти расходы дополнительно предлагается направить? Львиная доля из них это 395 млн рублей, это расходы на заработную плату. Опять же, в связи с увеличением РОД, это республиканские учреждения, бюджетная сфера. В связи с увеличением РОД, это и в связи с тем, что необходимо дальше продолжать гашение накопленной кредиторской задолженности по пенсионному фонду, помните, да, я всем докладывала, что у нас большая была задолженность еще на 1 января 2017 года. Постепенно она у нас сокращается. Кроме того, 173 млн дополнительное сигнование на социальные выплаты, это по различным направлениям, 47 млн рублей льготный проезд граждан, 172 млн рублей льготное лекарственное обеспечение, медикаменты, вакцина, профилактика, 100 млн плюс дополнительно на поддержку сельского хозяйства, 40 млн рублей на завершение поликлиники, на строительство поликлиники в селе Белый Яр, кстати, 40 млн рублей это на 2018 год и 54 млн это на 2019 год, то есть в полном объеме сразу будет заложено. Сейчас, если поддержите, примите этот закон, в понедельник, во вторник мы его подпишем, опубликуем, доведем лимиты, и Минстрой в лице УКСа начнет процедуру торгов, уже окончательно на завершение строительства в полном объеме средства предусмотрены на Белаярскую поликлинику. 50 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, 8 млн рублей на приобретение дорожно-строительной техники, планируется приобрести два средней тяжести грейдера, это для Абазы и для Таштыбского района. Кроме того, 431 млн предусматриваем это на текущее содержание учреждений бюджетных, автономных, казенных, республиканских, с целью погашения просроченной кредиторской задолженности. Еще раз вернусь к тому, что когда второй траж у нас поступит, он поступит до 15 июля, ну то есть вот после 1 июля, в ближайший год до 15 он поступит. Мы планируем в полном объеме закрыть всю просроченную кредиторскую задолженность, которая сложилась у нас по республиканскому бюджету, это 1,5 млрд рублей. Ну и конечно будет погашена, соответственно, просрочка по субъектам малого и среднего предпринимательства. У меня, если кратко, все. Единственное, да, вот я забыла еще две больших очень суммы, забыла, 300 млн рублей. Это субвенция на детские сады и школы на заработную плату, тоже в связи с увеличением МРОТа и с тем, что необходимо гасить кредиторку по пенсионному фонду. Если кратко, у меня все. Спасибо. Ну, коллеги, нам надо принять за основу проект, чтобы обсуждать или вносить какие-то изменения или предложения. Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Продолжение следует...